Выиграют мертвые животные. Мертвые животные, да. Когда, кстати, если мертвые животные выиграют, мы избавимся от альпаки. Альпака погибнет смертью храбрых. То есть это как бы за убийство альпаки за сохранение альпаки? Да. Как мы видим, нас посетил на геймзанке Solid Snake. Да. Solid Snake со всякими там капорами. Точнее, Big Boss. Точнее, Big Boss. А, он это повесил себе так. Эту штуку. Да. Мило. Раньше тут был DSDead. Весь час спамил на официальном стриме DSDead. А DSDead сидел парень такой обширный играл в DS-ку. Тут просит рассказать про фишку с животными. Мы рассказывали про эту фишку с животными, наверное, 175 486 раз. И не обломимся рассказать 175 487. Итак, в самом конце, почти в самом конце у нас поставлена такая игра, как Super Metroid. И, соответственно говоря, там у нас есть такой кусочек, в котором нас животные обучают. Ну, такие животные, похожие на иностранцев и бесьян. Обучают нас одному парочку различным другом, которые нам помогут впоследствии... Парочки, всем. Ну, в конце, насколько известно, база обрушается. И у нас, для того, чтобы спасти их, то есть они там находятся в запертой комнате, мы можем их либо спасти... Либо забыть о них и избежать спонета. Да, то есть потратив полминутки на то, чтобы их спасти. Или, так сказать, save the frames и убить животных. Да, понятное дело, что спидранеры всегда выбирают второй вариант, это убить животных, чтобы, скажем так, вот пытаться пройти на мировой рекорд. Но, скажем так, чат оказался чуть более добрым, и чаще всего просит спасти животных. А многие те, именно те, кто связаны с спидранами, и давно их смотрят, говорят, что их надо убить. Потому что все-таки важнее пройти на скорость. Да, но, к сожалению, не сейчас. Сейчас чат больше всего склоняется, к сожалению, да, к убийству животных. Потому что все начали понимать раньше, когда был приток огромной большой крови, и все не понимали, зачем мы убиваем животных. И говорили, а, спасите, вы что творите? Психи. А потом, когда мы уже доходили до этой игры... Да-да-да, собрались потому, что после Бастера нас ждет Мегамэн Блок. Воу. Воу. Наразадили, я очень хочу увидеть Мегамэн Блок с моего начала, потому что мы увидим хак Мегамэна 4, который будет идти на скорости, на 60% скорости от оригинальной, вверх. Воу. И так, и так же нас ждет, эта гонка будет между Голом и Мегатерством ТТ. Мы сейчас готовы для Бастера, мы готовы для этого. Кроме того, что мы не можем сделать какой-то вопрос, знаешь, как в Твиттере. То есть, недавно появилась множество вопросов, то есть, там, за убийство альпаки, за сохранение альпаки. Ну, есть Старпол, Ставропол. А, Строупол? Нет, Строупол. Он работает с Твичом просто. Ты когда его создаешь через Твич, он, типа, говорит, вы оцените новую штуку. Ммм. Ты когда прям через Твич сделать? Ну, вот сейчас я разберусь. Эммм. Та-да? Да. Это видео. Строупол. Нет, ты есть Троупол. Так, корж, закрой. Так. Эммм. Открой Голосплит. Нет, вот это моби. Так, и что дальше? Нет, зачем... А, нет, список зрителей. Зачем ты открыл список зрителей? Ты можешь право поставить, или что? Левее. Морсеттинг. Не то. Чат модерашн, по-моему. Ммм. Выше. Ещё выше? Чат фильтринг, может быть? Нет, точно не фильтринг. Так, стоп, значит, не так водится. Ты всё сделал не так. Надо, скорее всего, полувис пропасать. Скорее всего, это делается через мубота, я в большинство верен. Мубот нам поможет. Ну, у нас есть муботовский пол, но мы можем уйти, а? А, если мы ботовский... Мубота? Да. За убийство альпаки и за сохранение альпаки. Это не хромакей, ест шапку волыны, это зло, распространяющийся от альпаки, убивает шапку волыны. Хе-хе-хе. Хорошо сказал. Ну, как бы, мы уже, как бы, определили, что альпака это зло. В следующей игре, как проблайн 4, что-то там. Спасти альпака. Альпака, да, чё-то. Да, поставь это, как бы... Я не могу. Я не могу. Я не могу. Это слишком сложно. Я открыл? Сейчас. Пока непонятно. А, пока не то. А, вот. Куднот коннекту сервис. Отлично. Молодец, мубот. Мы тебя тоже любим. Просто неужиданно... Ну, бот отказался вообще участвовать в этой ваханалии. Давайте попробуем ещё разок. Так, попытка номер 2. Kill the alpaca. Второе, save the alpaca. Alpaca, the alpaca, ой, save. The alpaca. Od. Open. Это всё альпака вината. Да, он не дает муботу запуститься. Да, да, да. Мубот просто умирает. А, может, я просто выкинул отсюда. Может, просто через троу-пол сделаем, и всё. Нет, просто можно обновиться. Ладно, делай через троу-пол. Потому что я знаю, что... Twitch должен грузиться. Дружить с альпакой. Зачем killer save? Убить или сохранить? Да. Сохрани, но не уби. Buster. Из ней панит игра на ПК, да. Да. Хотя выглядит как... Типично. А, это... Вообще, на самом деле, это же игра сначала выходила, по-моему, на геймбой или на DS. Нет, только не выпустили. Изначально. Ну да. Она написала. Даже была выйти в 95-м году, как написано. Балун пытался два раза написать на русском, но в итоге написал на английском. Русский это сложно. Окей. Сейчас я брошу в чат этот... Сейчас я брошу в чат, так сказать, Килл Альпаку, Орсеза Альпака. Вот он только что появился. Вот так вот выглядит Buster. А Buster-то у нас на какую консоль? На PC. На PC. Хотя должен был выйти не на PC. В 95-м году должен был выйти. А PC это консоль? Да. PC это консоль, которая была недавно выпущена компанией Microsoft. Нет, даже не Microsoft, я не знаю. Это общими усилиями многих компаний. Да, да, да. Вот. Пока там очень мало эксклюзивов. Итак, у нас пока люди склоняются к Сэльз Альпака, Сэльз Альпака пока убеждает. Но как раз очень интересная музыка включилась у нас. Надо добавить пожертвования на Сэльз Альпак. Да, да, да. А за кем официальную группу? У тебя сейчас есть какая-либо возможность? У тебя здесь открыто? Да, всегда открыто. Ну, он там где-то был в чате. Что тут все открыто? Я смотрю ADDQ за несколько лет, а теперь любит каждый второй. Я не знаю, что это. Будьте счастливы, чтобы победить доктору Вауи. И для всех последних сил. Ну, это сделает двух из нас. Я был вауи, чтобы не был вауи. Нет. Вон, 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 вон. Ну, это глупо. Они не поймут, если... Если мы не скажем, для чего это. Я просто думаю, тут все смотрели в стрим, и все поймут, что такое Альпака. А если не смотрели... А если не новые? А может, просто скриншотов сделаем? Я хочу использовать это. Мне какой-нибудь понежнее. Вот это. Господи, нет. Да. Они даже знаете, кто сущим злом является в этом мире. Ну, это по сути... Ход линкинг не работал. Итак, сейчас будем спасать или убивать Альпаку. Если что, Альпаку будем разыть в прямом эфире. О, я-я-я-я. Как мыть как мыть? Как мыть как мыть? Так, пока за убийство Альпаки всего 48%. То есть 72% за спасение, 66% за убийство. Как мы убить? Спасение Альпаки пока побеждает. К счастью. 3, 2, 1... И мы начинаем Бастера. Ой. Коротенькая и миленькая игра. Хорошо. Да. Поэтому она проходится чуть меньше, чем 15 минут. Да, голосование за убийство или сохранение Альпаки продлится ровно до окончания... Бастера? Да, до окончания Бастера. Тогда же мы решили с ней делать. Я думал, он до Супер Метроида будет жить. Ну, Супер Метроид уже свой покажет, потому что там, по-моему, за убийство Альпаки, все говорят. То есть Альпаки осталось жить, как ты и сказал, Супер Метроида, то есть недолго. Основные техники в этой игре... Что сейчас происходит? Есть двойной прыжок. Он, правда, не так активно используется. Есть быстрый бег, дэш. Чтобы его включить, нужно два раза быстро нажать кнопку перемещения. То есть два раза вправо или два раза влево. Каждый раз, как только он прыгает, останавливается, делает кик, каждый раз сбивается ускорение, поэтому он постоянно-постоянно просто дико закликивает кнопку в сторону. Первый босс-паучок. Очень простой метод его убиения. Обычные атаки и кик, то есть удар ногой с разгона. Во время его анимации герой неуязвим. Как только вы с кем-то сталкиваетесь в этой игре, будь то обычный моб или босс, при столкновении, то есть когда ваши хитбоксы соприкасаются, у вас сносится примерно одна треть жизни. То есть умереть тут очень легко, на самом деле. И не будет ничего удивительного, если он до самого конца так и не дотянет без смерти. Еще один нюанс передвижения. Ну, это первый автоскроллер во всей игре. Все, что здесь происходит, медленное опускание вниз, сверху потихоньку выскакивают летучие мыши, которые почти не появляются на экране. Вот они, наконец-то выяснили. Выскочили, мы видим такую технику, как отскакивание от стен. В это время он напоминает шарик Соника. Экран закончился, он сразу проскочил, как только появилась дверь, бежит дальше. Если вы прислушаетесь, микрофон будет считывать постоянное закликивание кнопки в сторону. Техника убийства второго босса почти ничем не отличается от первого. Здесь он немножко не сработал с манипуляцией босса. По-хорошему можно было оставить босса в центре. Вот эти вот сферы по окончанию битвы с боссом, пока вы всех их не соберете, вы не сможете перейти на следующий уровень. Все эти сферы, чтобы их собрать, нужно зажать кнопку. Как только вы убили босса, зажимается кнопка. Конец игры, время будет опять-таки только когда будет собрана последняя сфера, а не как только будет нанесен последний удар боссу. Второй, это скроллер этой игры. Он посложнее, здесь подъем вверху вообще неприятные вещи происходят. Здесь можно хорошо заметить, когда вы играете в эту игру, разницу между двойным прыжком обычным и прыжком с ударом логой вверх, киком вверх. Кик чуть-чуть выше, и можно добраться до более высокого места. Если вы в самом низу экрана провалитесь и умрете, сверху такого не происходит, вы просто зависаете выше экрана, избавляетесь от всех врагов заранее, и сразу переходите на следующий уровень. Просто ранее в BJW все знает об этом уровне, и мгновенно его проскочил. Следующий босс, он в принципе не сложен, конечно же, так же быстро убивает, и здесь смерть совершенно не случайно была бы, вот она и произошла, да. Немножко не повезло, но вы сразу же перезапускаете прямо на нем. Потери времени незначительны, единственное, что не было такой вещи, как бессмертевой ран. Очень важно закончить игру, по крайней мере, добраться до первого финального босса, не умерев, не то чтобы не умерев, не потратив континью, то есть не из-за расходов всей жизни. Если вы... у вас все еще есть запаси и кредиты, вы переходите ко второму финальному боссу. Все меньше шансов, что это удастся ему сделать, возможно, мы увидим только одну форму финального босса. Если вы потратили континью, то игра просто заканчивается на первой фазе. Поэтому для true ending, правдивого окончания этой игры, нужно добраться до финального босса, не умерев полностью, не потратив все жизни. Еще один относительный автоскроллер. Единственный способ здесь ускорить прохождение, это побыстрее пропрыгать до следующей платформы. Здесь вы видите, что есть еще одна механика перемещения в этой игре. Зацепиться крепком за стену, будь то платформы, или можно зацепиться крепком за бок босса и висеть просто на нем. Сейчас мы посмотрим, как успешно... Вот опять завис. Как успешно удастся... Да, BGW, по крайней мере, здесь остался в живых. Ему нужно быть очень аккуратным с управлением своими жизнями. До последнего босса все еще довольно большая дорога, а ему желательно не умереть до тех пор. Здесь, как мы видим, весь край экрана переносит тебя к бою с боссом, поэтому он не прыгал вверх по платформам, а просто прыгнул в самый-самый край экрана, пускай это было в самом низу. Данный босс вообще не вызывает проблем. Если вы встали рядом у своего уязвимого места, мы запинали его до смерти. Пятый уровень, опять та же самая механика автоскроллера. Стоим, бьем, ждем, пока все произойдет. BGW просто передает приветы своим друзьям. К счастью, с хорошим разбегом и хорошим прыжком мы можем вот здесь хорошо ускорить остаток прохолдения автоскроллера. Здесь очень тонкая техника прохождения, нужно два раза отталкиваться от стены, и тот же кик вверх. Все было проведено идеально. Чему аплодирует. Это 4-5 нажатий на каждый такой прыжок. Это гораздо быстрее, чем пытаться просто попрыгать по платформам. Пятый босс, он очень неприятный на самом деле. Сначала нужно вырубить все эти тентакли, каждый из них. Важно просто занять хорошую позицию, где можно бить сразу по двум из этих щупалец. Сейчас он настраивает, чтобы была хорошая позиция для финального убийства. Как только убиты 4 тентакли, просто добиваете босса. Ничего особенно сложного. Опять же напоминаем, эти сферы нужно специально собирать, пока вы их не собрали, уровень не закончен. Итак, первый финальный босс. У него куча вот этих вот сфер, вращающихся вокруг него. Атаки у этого босса только две. Электрические, молнии и водопады лавы сверху. Чем меньше у босса осталось этих сфер, вращающихся вокруг него, тем меньше он остается на экране и уязвим для атаки. Но по сути сам босс не особо проблематичен. И всего одна осталась. Сам босс появляется в одних и тех же местах, паттерн одинаковый, меняется только его атака. И вот настоящий финальный босс, до него мы все-таки добрались. Более продвинутая иммерсия предыдущего босса. Чуть дольше нужно вбить эти сферы. На самом деле их не нужно убивать, чтобы начинать главную, уязвимую точку босса. Но убив их гораздо проще, иначе они будут подпитывать его здоровье. Несколько атак у него. Либо метеоры сверху, одна из смертей, сейчас будет расходован кредит, но ничего страшного. До босса мы добрались, и мы можем увидеть финальную, правдивую концовку. То, какую атаку использует босс абсолютно случайно. Иногда он летит вниз на шипы, иногда он поливает тебя сверху метеоритами, иногда сбоку очень интересная атака, которая сама по себе не наносит тебе урона, но сносит тебя просто в стену, и нужно вовремя от нее увернуться. Еще одно падение на шипы, метеоры сверху. У босса осталось уже не так много жизни, возможно, время уже будет вот-вот приближаться, если его не убьют. Да, вот эта атака, которая тебя отталкивает и сбрасывает на шипы, и ее благополучно избежал. Практически время. Еще собирайте все сферы, время. Такая милая, приятная игра, расслабляющая. Такая очень классическая выдача, в стиле графики 16 бит. Хорошо, это был боссер. Спасибо, BJW. Да, shoutouts к Онадаро, по-моему, лучшая, Сокой. Вот и правдивая заставка, то, ради чего нужно было стараться. Ради аниме. Да. Отличная заставка. Цайрус, я надеюсь, ты готов, потому что тебе сколько надо присоединяться, чтобы говорить о Мегамэнах. Мегамэнах. По множественной числе, потому что их будет много. В первую очередь, конечно же, Рокмен, потому что мы знаем, что на самом деле Мегамэна зовут не Мегамэна, и вот Рокмен. То, что его зовут Мегамэн, это все происки. Офига, там экраны, я тоже такие хочу. Смотри, какие классные. Да. Они в отеле, правда. А почему бы нам на следующий ГТК не приехать в отель, например? Ну, например, как бы... Правда, я не знаю, кто нам это позволит сделать. Гигантский. Кто нам денег выиграет. Воу-воу-воу. Моя Буди из Рейди, говорит нам Сайрус, и на самом деле на... Вот так, а что у нас получилось поиграть? Мегамэн, Мегамэн 10, Мегамэн... Ладно, ребята, Мим Макрок отчаливает. Спасибо за внимание. До новых встреч. Спасите Альпаку. Пока, крокодил. Пока, крокодил. Да, кстати, у нас уже спидран закончился, поэтому строу-пол. Итак, финальные результаты на данный момент. За убийство Альпаки 99 голосов, за спасение Альпаки 113 голосов. Соответственно, Альпака... Альпака остается в живых. Наивные. И на самом деле, Альпака останется жива до Супер Метроиля. А там мы посмотрим Сейв заэннил, Сейв заэннилз. А я напоминаю вам, что привет. Привет. Я вернулся последний раз, чтобы подкомментировать Мегамэнов опять. Всех Мегамэнов. Самая ажиотажная ночь. Только не говорите, что... Ох... У нас снова полран. Сейрос, у тебя работает все? Да, у меня работа... Я вижу, тут проводят интервью. У нас его нет, потому что... А у вас все полетело. Да. Абсолютно точно. Опять. Ну, почему бы и нет. Это... Конец марафона. Почему бы и не... Всему накрыться вдруг. Одним большим, медным, красивым тазом можно будет натереть его до блеска. А почему Golden Split? Ой. Сейчас бы был... Рекурсия немножко. Ха-ха-ха-ха. Рекурсия. Продолжение следует...